С 2002 года саровские баскетболисты неоднократно побеждали в областных, всероссийских и мировых первенствах. Благодаря таким достижениям в этом году Саров выбрали для проведения первенства России по баскетболу среди ветеранов. Историей становления и успехов саровского баскетбола поделились ветераны спорта. Предпосылкой основной стало появление в нашем городе в то время молодых тренеров. Это Сан Саныч Львов, Владимир Борисович Жарков и Александр Николаевич Сорокин, вокруг которых как раз и выстраивались дальнейшие команды и под чьим руководством стали происходить дальнейшие победы. А побед было много. По словам главного суди Дмитрия Петрова, соревнования проходят на высоком уровне, а команды-участники удивляют неожиданными победами, из-за чего никто не может предугадать, кто окажется в финале и станет победителем. Самая, конечно, лучшая игра была, когда Пермь, Уралгрейд, ветерану выиграли у местной команды Сорок. Это была феноменальная игра. К сожалению, даже 33 очка Панова Сергея Юрьевича не помогли выиграть победу. Но игра получилась очень интересной. И в итоге я считаю, что выиграли в первую очередь зрители, которые смотрели эту игру, смотрели на мастерство этих игроков. Организатор первенства Александр Онищенко уверен, что подобные турниры важны в первую очередь для юных спортсменов. Он считает, что смотря на то, как хорошо играют уже достаточно взрослые спортсмены, ребята анализируют игру, перенимают какие-то приемы и понимают, что спорт не заканчивается в 20 лет. Надо показывать какой-то спортивный интерес, что дети вовлечены в это. У нас первенство России среди детей на довольно-таки хорошем уровне уже выходит. Плюс студенческая лига у нас АСБ, она затронута вся Россия и студенты, они прям очень топовые игроки. В дни проведения чемпионата спортсмены встретятся с жителями города. Проведут показательные занятия для всех желающих. Организуют детский турнир по стритболу. Среди болельщиков разыграют памятные призы. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.